Привет, это скринкасты, я Алина, я старший разработчик компании PIXONIC, мы делаем игры и сегодня я буду рассказывать про то, как переносить автоматические макеты из Figma в Unity. Эту тему мы будем рассказывать вместе с моей сестрой, она будет рассказывать, как правильно оформлять макеты в Figma для автоверстки, а я буду рассказывать, как написать этот самый автоверстальщик. Для этого нам понадобится Figma, Unity и какая-нибудь IDE, в моем случае это Rider. Первое, что нам нужно, это понять, как вытащить эти самые макеты из Figma. Вообще Figma хранит все свои файлы в облаке, поэтому доставать их мы будем оттуда. У Figma есть отличный сайт с описанием ее опишки, как доставать оттуда файлы. И мы нажимаем на Figma files в Endpoints, ищем Get File и тут есть подробная инструкция о том, как правильно оттуда вытащить все нужные файлы. Попробуем сделать это ручками. Открываем Rider, создаем новый классик, называем его FigmaAutoLayout. Это будет эдиторовское окно. Чтобы открыть окно, нам нужно написать метод, который будет показывать это окно. Это будет статический метод. Добавим атрибут ему, чтобы он показывался в Unity и создадим это окошечко. Через GetWindow. И чтобы оно показалось, нужно вызвать метод show. Далее нам нужно написать, как должно выглядеть это окошечко через переопределение метода onGui. Нам понадобится поле, в которое мы будем вносить ключ файла. Подробнее о нем я расскажу позже. Через TextField мы получаем это поле. И еще нам нужна будет кнопка для того, чтобы получить все файлы из нашего реквеста. По кнопке Button мы получаем какой-нибудь файлик через какой-то метод, который назовем GetFile. Чтобы узнать ключ файла, нам нужно нажать Figma на Share, скопировать ссылку. И вот эта штука это и будет ключ вашего файла. Затем нам понадобится приватный токен вашего аккаунта. Заходим в настройки вашего аккаунта и ставим вниз до вкладки Personal Assess Token. И вводим какое-нибудь название. Копируем этот токен, запоминаем его и используем его потом во всех запросах к API. Сейчас пока что его просто захардкодим. Далее заходим на сайтик и смотрим по какому урлу мы будем делать запрос. Еще нам нужно узнать Endpoint для нашего запроса. Его мы уже видели. Вот он. Теперь нам нужно сделать наш запрос через WebRequest. Это будет URL плюс ключ файла. Далее мы получаем респонс из реквеста. Из этого респонса мы достаем стрим. Это было приятный интерес для spoolов смысл. И тут мыplings прям зажим. Далее мы вам紹аем ск Efendimiz до suspца. Мы принимаем L ДИК. ficou разные вм석и. Также я должен процед stellen 않 Certainly бытие. И что это будет приятный моментste смысл. и создаем стрим ридер для этого стрима мы будем получать оттуда json нам нужно и читать ее пока не закончится все строки далее выводим в логи все что у нас получилось и закрываем response пока на этом все а самое главное забыли нам нужно в реквест в хедер добавить наш токен куда добавлять токен можно посмотреть тоже на сайте в хедер который называется xfigma token парсить мы будем вот такой вот файлик квадратную ешенку заходим в unity здесь у нас появилась вкладочка figma auto layout нажимаем на show здесь у нас уже прописан файл который мы будем парсить нажимаем get файл отправляется респонс отправились риквест получается рифа респонс и вот такой джейсон у нас получился примерно то же самое вы можете увидеть если сделаете реквест непосредственно этом сайте сюда записываете ключ вашего файла здесь сбивать свой токен и здесь же будет прописываться этот же джейсон вот точно такой же джейсон мы получили давайте его создадим чтобы обращаться к нему теперь нам нужно из этого джейсона вытащить что-то более вменяемое чтобы потом использовать для того чтобы создавать наши префабы для этого создадим еще один классик который называем назовем документ сначала создадим файл это вот как раз наш фигма файл каждый фигма файл содержит в себе документ также создаем классик который называется документ и в файл добавляем публичным полем документ который будет называться точно так же как это прописано в джейсоне каждый документ содержит в себе кучу разных канвасов которые в фигме представлены в виде пиджей пиджей вы можете посмотреть вот здесь у нас есть только page 1 в нашем файлике все пиджи хранятся в поле children также создадим класс page и уже в каждом в каждой в каждой пидже есть слои которые мы будем парсить для того чтобы представить их потом как-то в префабах назовем этот класс слой слои в пиджах хранятся также под названием children теперь давайте посмотрим как какую структуру имеет каждый слой каждый слой имеет у себя имя тип и какой-то бокс в котором содержится позиция и его размеры типы создадим с помощью и нам а как мы видим у нас есть тип документ есть тип канвас есть тип фрейм и есть тип ректангл добавлю добавим это поле внутрь нашего леера еще есть стринговое имя и бокс который также создадим качестве классика внутри этого класса будет позицию и размеры и размеры в целом какая-то общая структура у нас уже наметилась и мы можем это все здесь реализовать для этого используем рисун конверт и серия где серия life object будем 10 реализовать наш файл который у нас namespace фигма и вставим сюда джейсон который мы получили из реквеста целом этот файл наверное лучше тоже добавить себе и теперь из этого файла нам нужно создать prefab для начала нам нужен фрейм который основной у нас на котором лежат все наши слои так как у нас в макете только одна страница то будем брать именно ее и у этой страницы будет один единственный фрейм который тоже мы возьмем далее этому фрейму мы создаем game object с тем же именем как и у этого фрейма далее к этому фрейму мы добавляем рект трансформ назовем его фрейм рект пилотом у него будет левый верхний угол и анкоры ему тоже проставим верхнем левом углу позиции у него будет нулевая размеры мы возьмем из бокса который мы испарсили далее нам нужно создать всех его потомков по иерархии для этого мы берем всех его челдов из фрейма забыли добавить челдов у каждого слоя также есть челдерны а на фрейма. Для этого нам понадобится сам layer, этот фрейм и его родитель, которому будем вставлять этот слой. Мы также будем все то же самое почти создавать, но относительно фрейма. Позиция только поменяется относительно фрейма. Позиция по x это будет позиция этого слоя минус позиции фрейма, а позиция по y наоборот. Позиция фрейма по y минус позиция слоя. И присылаем этому ректу родителя. Оставляя его в той же позиции, которую мы ему поставили. Относительно мира. И дальше, если у этого слоя больше нет никаких потомков, то ничего не делаем. А если есть, то добавляем и их тоже. Далее через Prefab-Utility нам нужно создать Prefab. Позиция составляет Пbeliev и även 15 метров. Все из Ф outrage. Продолжение следует... Вот что у нас создалось. Это фрейм и рек внутри него. Только у нас неправильные размеры. Мы берем размеры из фрейма, а не из лаура. Теперь все верно. У нас копировались все нужные позиции и размеры. Теперь давайте посмотрим, как может работать хороший автоверстальщик, который у нас уже есть на нашем проекте. Копировать можно не только позиции и размеры, можно копировать еще цвета, шрифты, иконочки, подставлять разные текста и так далее. Представим, что у нас вот такой вот макетик, и его нам нужно спарсить. Надо сказать, что у нас уже есть какие-то ресурсы, которые мы добавили, это шрифты и спрейты, которые нужны для этого окошечка. А также у нас есть уже готовые префабы со слайдером и тоглом, которые, возможно, уже были в проекте, например, и которые должны подставиться к качественной сет префабов в новый префаб. Мне нужен снова токен. И линк на файл. Нажимаем кнопочку парс. И здесь у нас вот есть один пейдж и второй пейдж, на котором лежит наш скрин. Нажимаем create файл. И смотрим, что создалось. Создалось следующее. У нас еще пока не реализованы некоторые фичи, но в целом окошечко получилось похожим. И если вы будете развивать ваш автоверостальщик, то у вас получится что-то вроде того. На этом все. Я рассказала о том, как создать свой маленький автоверостальщик и как его можно развить. А моя сестра расскажет о том, как организовывать файлы в фигме, чтобы они хорошо работали с автоверостальщиком. Это были скринкасты. Всем спасибо. Скринкасты.